Всем привет! Я Олег Кашин, каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, и сегодня мы читаем мою статью 2013 года. Не пугайтесь, я начну с комментария из социальной сети, хотя знаю, что это дурной тон, просто бывают действительно важные комментарии. Обсуждали судьбу РИА новости и допустимость для приличного человека работать в государственном агентстве. И вот одна женщина как раз из РИА, это такая Ирина Демченко, тогда, собственно, в эпоху Миранюк было много либеральной интеллигенции в РИА, а потом, соответственно, вот она, как многие, стала политэмигрантом в государственном агентстве. Вот одна женщина как раз из РИА, в ответ на моё «Вы работаете на Путина» пишет «Это наш кошелёк». В нём мои пять копеек, ваши пятьдесят рублей, просто они всё делали в последние десять лет, чтобы создать у нас ложное представление о том, что это их деньги, Сечина или Икунина, или Путина, или Пескова с Громовым. На самом деле ни Путин, ни Сечин, ни Икунин денег не производят, они их только тратят, и главное их забота, чтобы все думали так, как вы, Олег, что это их деньги. И те из нас, кто работает за их деньги, должны делать, как они велят. Но на самом деле это наши деньги, это они должны делать то, что мы велим. Конец цитаты. С ответом я не нашёлся, поставил лайк, который в этике социальных сетей, значит, ладно-ладно, будем считать, что вы меня убедили, и лёг спать. Перед сном, как это иногда бывает, когда в интернете кто-то неправ, думал, вот ведь, а, это они должны делать то, что мы велим, ну-ну. Это было в понедельник, а во вторник президенты России и Украины Янукович провели, как известно, сенсационные переговоры, по итогам которых добрый Путин решил заплатить хитрому Януковичу 15 миллиардов долларов и ещё снизить цены на газ. Я на прошлой неделе как раз в свободной прессе пытался шутить о том, что если восточная, на всю мне фантазии не хватило, Украина отойдёт к России, то бюджетные, культурные и политические отношения с Москвы, с украинскими регионами сложатся примерно так же, как складывается теперь с Кадыровской Чечнёй. Мы вас любим, очень любим, очень-очень, кстати, мы тут мечеть хотим построить, и небоскрёб ещё. Но фантазируя на эту тему, я всё-таки был, как теперь ясно, излишне доброжелателен к Владимиру Путину. В моей фантазии он платил миллиарды за российский флаг над Харьковским облсоветом, за российский парад в Донецке, за голоса луганских избирателей, в конце концов. Моей фантазии не хватило, чтобы представить, что Путин заплатит просто ни за что, то есть вообще ни за что. За то, что Янукович какое-то время, максимум до своего проигрыша на выборах 15-го года, ха-ха, будет ему улыбаться и больше ничего. Когда президент Кличко, или как там его будут звать, подпишет это культовое соглашение с Евросоюзом, Россия будет сначала долго ныть о многомиллиардном долге, а потом под давлением, скажем, Германии, согласиться и в Украине списать. Фильм особенности национальной геополитики про егеря Кузьмича, там ещё в конце все напьются и будут купаться голыми. 15 миллиардов ни за что без повода и без необходимости в нарушении, между прочим, российского уже законодательства на фоне валящихся банков, провала пенсионной реформы и мрачных слухов про Олимпиаду. Формулировка национального унижения, наверное, не вполне точна, потому что её обычно используют, когда нацию унижает кто-то извне. Но для национального унижения, инициированного изнутри, точнее сверху, видимо, просто не придумана термина, ну или я не могу сейчас его вспомнить, это было лет за восемь до национал-куколдизма, как мы понимаем. А теперь пофантазируйте уже вы. Какие у граждан России есть способы отреагировать на случившееся на этой неделе национальное унижение? Выборы, суд, счётная палата, общественное мнение, что ещё? Моя версия проще, у граждан России никакого способа отреагировать на национальное унижение нет. Даже кажущийся с учётом украинского опыта формат «выйти на улицу» представляется невозможным, хотя бы потому, что на улице граждан с очень высокой вероятностью будет ждать Борис Немцов. А без Бориса Немцова уличная политика в России пока, к сожалению, не выросла выше районного бирюлёвского уровня. То есть, грубо говоря, Путин может отдать Януковичу эти 15 миллиардов, и никто Путину в связи с этим ничего не сделает и даже не скажет. И теперь я снова процитирую тот взволновавший меня комментарий из социальной сети. На самом деле это наши деньги. Это они должны делать то, что мы велим. Пишет мне, а на самом деле себе, женщина, начальником которой только что стал Дмитрий Киселёв. На Дмитрия Киселёва работать противно, но если уговоришь себя, что это он работает на тебя, делается даже полегче. Так, когда Тодоренко называла себя в эфире Березовского «Бори и на ты», чтобы доказать себе, что они просто дружат, и их точки зрения совпадают случайно. Иногда кажется, что у нас вообще все живут только за счёт самообмана, больше просто не на что опереться. А если без самообмана, то вообще-то стоит наконец забыть подчеркнутые в каких-то американских фильмах термины типа налогоплательщики или избиратели. Власть в России никак не связана ни с теми, ни с другими. Голоса избирателей в новейшей, то есть после 91-го года истории нашей страны, никогда не влияли на сменяемость власти. Она остаётся несменяемой с той самой минуты, когда Борис Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР. Деньги. Государство у нас главный бизнесмен, оно само добывает нефть и торгует ею и газом, и электричеством, и авиабилетами, и железной дорогой, и вообще всем. А те 13%, которые вычитают у вас из зарплаты, это им на семечки. Приятно чувствовать себя налогоплательщиками, которые содержат Путина. Но на самом деле это Путин содержит так называемых налогоплательщиков, потому что государство у нас самый крупный работодатель, а если без формальности, то и единственный. То, что они сами решают за граждан, каким будет результат выборов, и то, что они сами решают, сколько миллиардов дать Януковичу, это именно что следствие одной простой вещи. Россия принадлежит им. Это их деньги, это их государство, и бесполезно даже спрашивать, законно это или нет, потому что закон тоже принадлежит им, если без самообмана. И вообще-то из этого должна следовать простая и понятная политическая программа, но вы её додумаете сами. Это мой текст 2013 года, он, видимо, декабря 2013 года, времён уже начала Майдана. Мне интересно, что вы об этом думаете, пишите в комментариях, я все читаю, на многие отвечаю. А если вам нечего сказать или просто вы хотите меня поддержать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эта статья опубликована изданием в 2013 году, опубликована изданием «Свободная пресса». Теперь свои новые свежие статьи я трижды в неделю пишу в телеграм-канале Кашин+. Он платный, он закрытый, 5 евро в месяц. Подписка очень удобная. Ссылка на подписку прямо здесь, внизу в описании этого ролика. Я советую вам подписываться, там интересно. Также напоминаю, что вот на этом ютуб-канале, на ютуб-канале Олега Кашина, ежедневно в 9 вечера по Москве, я провожу свои сольные, авторские, классические стримы, произношу там краткую речь по итогам дня и отвечаю на все вопросы всех зрителей. Смотрите, там интересно и остро. И чтобы не пропустить новое видео, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на этот ютуб-канал. Слушайте меня, смотрите меня, читайте, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем пока, всем спасибо, до завтра.